Приветствую вас! На ваших экранах прикольные экономические новости. Я надеюсь прикольные. За 10 августа 2018 года. Новости разные. Я бы сказал, что даже некоторые случаи абсурдные. Но это новости. Итак, внимание на экран. Первая новость. Курс доллара за 10 августа 2018 года в Украине 27 гривен 22 копейки. В России 66 рублей 90 копеек. В Украине и в России национальная валюта девальвирует. Но причины разные. Гривна в Украине девальвирует по той простой причине, что обратно в Министерство финансов нужна валюта. Госбанки опять скупают валюту, чтобы купить валютные гособлигации Минфина. По этой причине действительно наблюдаем девальвацию гривны. То есть в этом году Минфин погашает внешние долги за счет внутренних резервов. За счет валюты, которая покупается прежде всего на валютном рынке. По этой причине девальвации. Да, есть. Ну вы знаете, в обмене как больше. И я так понимаю, что скорее всего в августе существенной ревальвации не будет. Может быть будут какие-то небольшие скачки, но не получается. В России другие причины для девальвации рубля. Санкции. Точнее разговоры про санкции. Я посмотрел фондоволюнок России. Точнее информацию про покупку-продажу гособлигаций России. Это на сайте Банка России есть. Продают. Продают. Активно продают. О чем это говорит? Это говорит то, что неизвестные активно продают гособлигации России. Покупают доллары и уходят с России. По этой причине девальвация. Девальвация рубля в России. Так что такая причина. Следующая новость. За 7 месяцев 2018 года депозиты населения Украины выросли в гривне на 14,4 миллиарда гривен. В валюте на 22 миллиона долларов. Но если вот эти доллары прийти в гривне, то будут тоже миллиарды. Население действительно несет деньги в банк на депозиты. Я знаю, что есть часть людей, которые не держат деньги в банках на депозиты. Но довольно много держат. Еще довольно много хорошо зарабатывают деньги. И размещают деньги в банках на депозиты. Но в Украине так уже сложилось, что депозиты это более-менее единственный надежный способ накопить деньги. Фонд и рынок в Украине очень слабенький. На нем сложно зарабатывать. Следующая новость. За 7 месяцев 2018 года кредиты в гривне в Украине, которые были выданы юрлицам, уменьшились на 633 миллиона гривен. А вот для физлиц кредиты в гривне выросли на 13 миллиардов. Я много раз говорил, что в Украине не совсем хорошая тенденция сложилась. Юрлицам не кредитуют. Видите, даже это минус по всей банковской системе. Так что кредитование юрлицам не работает в Украине. В тот же самый момент кредитуют физлицам. Но это кредиты, прежде всего, потребительские. Да, банки активно выдают потребительские кредиты. 13 миллиардов прирост. Как вам сказать? Конечно, помогает торговле, спорить не буду. Помогает украинским производителям, тоже спорить не буду. Но это немножко нехорошая тенденция. Взять же всю экономику Украины строить только на кредиты для чайников. Нужны кредиты для бизнеса, а вот их как раз нет. Вот что плохо. Следующая новость. Чистые золотовалютные резервы Украины. Чистые, это имеются те золотовалютные резервы Украины, которые украинская власть может самостоятельно использовать. Есть такое понятие официальное золото валютные резервы. Это все и чистые, и кредитные МВФ, которые нельзя использовать. Чистые, это та валюта, которую можно использовать, не спрашивая МВФ. Можно и нельзя. Итак, на 1-е 0,1-е 2014 года чистые золотовалютные резервы было 15 миллиардов. На 1 ноября 2018 чистое золото валютный резерв было 6 миллиардов 600. На 1 августа 2018 чистое золото валютный резерв было 6 миллиардов 800. Немножко выросло, но просто хотел показать, что да, официальный и, так скажем, общий золото валютный резерв снижается, не сильно он снижается. Украина повышает внешние долги, в том числе и кредит МВФ, а что касается чистое золото валютный резерв, но они практически остаются на прежнем уровне. Было 6,6, стало 6,8. Немножко выросло, но практически остались. Вы скажете, мало? Да, по сравнению с 14 до 15. Но и раньше было 6. Мало, мало. Следующая новость. Цены на полуфабрикаты из стали в Китае и в Украине. Ну, имеется в виду мировые цены. Ну, что, замечательная тенденция. Фактически, что цены на полуфабрикаты из стали и в Украине, и, соответственно, в Китае, да, ростут. Последний 16-м годом замечательный рост. Очень замечательный. Дай Боже. Причем, как видите, они в 17-м году как начали ростить, так сейчас, да, действительно держатся. Железная руда, цена на железо падает. Ну, это плохо. Для Украины, да, очень важно, чтобы расти цены на металл. Для нас это очень важно. И вообще, на сегодняшний момент, если брать этот год, у нас Украина больше, как бы, и более активно продает металл. Цены, цены, цены. Железную руду тоже продают. Но, видите, железная руда и цены на железную руду для Украины невыгодны. А это цены на зерно. Ну, что можно сказать? Как видите, цена на пшеницу растет, а кукурузу снижается. Это для Украины тоже нехорошо. Украина больше экспортирует кукурузу. А Россия больше пшеница. Так что для России выгодно, когда цена на пшеницу в мире растет. Для нас, конечно, то, что цена на кукурузу снижается не очень хорошо. Но, опять же, это лето. Будет новый рожай. Новые, как бы, запасы. Посмотрим. В любом случае, действительно, на основании вот этих цен, на основании всех этих цен на среде, на зерно, на металл. И формируется экспорт и Украины, и России. Но еще экспорт России зависит цен на нефть. Чего в Украине зависит? Цена на нефть растет, вы сами знаете. В 2016 году растет, растет. В 2017 и сейчас растет. Да, это время от времени. Для Украины это плохо. Родственность на нефть для Украины это плохо. Для России это замечательно. Просто замечательно. Еще раз напоминаю, что экспорт у России 60% это так званые минеральные ресурсы. Экспорт сырой нефти, экспорт сырой нефти в России 4 раза больше экспорта продукции машиностроения, который включает экспорт военных. Что-то есть, то есть. Так что, это надо всегда помнить. Следующая новость. Национальный банк попастался, что в июле 2016 года замедлилась инфляция. Ну, вот, чтобы вы правильно поняли. Смотрите, что получается. Если в годовом измерении в июле инфляция была 8,9%, то вот в июне в годовом измерении в июле инфляция была 9,9%. Ну, да, меньше, меньше, действительно. Снизились, ну, если пересчитать месяц к месяцу, то есть июнь к июлю минус 0,8%. Там дальше расшифровывается, показывает, почему. Продукты подешевели. Прежде всего, овощи. Ну, так это нормально, это логично. Сезонный фактор. Ну, вы сами понимаете, что первая картошка стоит дороже, первая, лук стоит дороже, первые помидоры дороже, потом дешевле. Это действительно. Но у нас на сегодняшний момент пока что правительство не рискнуло поднять цены на газ для населения, не для бизнеса. И по этому причине, да, действительно, сезонный фактор. Да, действительно, дефляция. Но осенью будет инфляция, к сожалению. Потому что осенью уже таких дешевых цен на морковку не будет. Следующая новость. Курьезная. Это даже не прикольно, курьезно. Значит, крупнейшим работодателем украинцев стал Кипром. Сейчас объясню. 17 тысяч украинцев нашли работу на Кипре. Сообщает Министерство социальной политики. Сейчас объясню, в чем трюк. Есть у нас структуры, которые оказывают помощь в поиске работы за рубежом. Они стоят на учете Министерства социальной политики. Они отчитываются перед Министерством социальной политики. И вот эти структуры отчитались, что согласно ей работе, больше всего они устроили людей на Кипре. 17 тысяч. В Польше 12 тысяч. В Германии 9 тысяч. В США 2600. Но честно говоря, это те, которые были устроены через построеннические структуры, которые под контролем Министерства социальной политики. В Украине нет четкого учета, сколько трудовых мигрантов. Из данных Министерства труда Польши, они заявили, что в этом году, точнее в первом полугодии, 2 миллиона украинцев временно, то есть у них есть такое понятие, по заявлению работали на территории Польши. Около 200 тысяч украинцев работали на территории Польши, имея трудовые визы. По заявлению, это можно работать без трудовых виз. А тут 17-18. Ну что, можно посмотреть, забавно, забавно, действительно. Но, еще раз повторяю, это не более, чем, так, забавная информация. Потому что, все-таки, на Кипре не так много работают украинцев, как в России и в Польше. Это я назвал бы абсурдной информацией. Угрзалезница готова остановить сообщение с Россией. Ну, она заявила, что на сегодняшний момент она перевозит не больше 900 тысяч человек. Это в, сколько, в 6 раз, или в 5 раз меньше, чем было до Майдана. По этой причине можно остановить. Я считаю, эта глупость самая величайшая. Если сделает это Петро Алексеевич, ну, что вам сказать? Чудик. По большому счету, экономика России это не уничтожит. Антипиар увеличит. Я даже так понимаю, на сегодняшний момент очень много жителей из Западной Украины ездят на заработки в Россию, используя поезда. Будет ездить через Белоруссию. Не, вообще, абсурдность наших министров не имеет границ. Не, я понимаю, что они не могут ничего сказать толкового по поводу экономических успехов. По этой причине мы постоянно, постоянно видим какие-то абсурдные заявления. Но давайте ограничим. Помните, когда запрещали полеты самолетов, говорили, вот сейчас запретят, и сразу же, сразу же Крым станет украинский. Я говорил, вот такой не будет. То же самое здесь. Фактически, да, на сегодняшний момент украинская власть, еще раз повторяю, власть, но не украинский народ, хочет оторвать, или хочет максимально разорвать связь между Украиной и Россией. Зачем они это делают? Ума не привык. Это хорошая новость. Украина может заменить Канаду с поставками пшеницы в Садовский Аравий. Может. Да, действительно. Садовский Аравий не сказал, что у нас самый крупный покупатель пшеницы. Самый крупный покупатель пшеницы, это Южная Корея и Япония. Так что вы в курсе были. Садовский Аравий, мы очень много поставляем, чем меня. Да. И теперь пшеницы. Ну, в принципе, вот я говорю, нам надо дружить с арабскими странами. Они хорошо платят, они не вмешиваются в внутренние дела Украины. Они не подсказывают нам, каких надо президентов избирать, и какие реформы проводить. Потому что эти и другие абсурдные. А вот покупают. Так что продаем. Следующая новость. Она очень маленькая. Но она четко показывает, что на Украине не только есть Петро Алексеевич, есть чудики, которые заседают в Кабмине и так дальше. А есть нормальные люди. Ну, вот какие нормальные люди в Тернопольской области. Выращивают землянику и, ну, собираются поставлять, не поставлять. Причем это кооператив. Маленькая структура. Поставляют за границу. Да, могут поставлять. Смотрите, по большому счету спрос на ягоды, тоже малину, в Европе довольно стабильный. Надо просто правильно упаковать, правильно собрать. Можно ли это сделать в Украине? Конечно, можно. Тем более ягод в Украине более чем достаточно. Не обязательно только езжешь в другие виды. И вот это пример того, что, еще раз говорю, что не обращайте внимания на глупые заявления Петра Алексеевича Гройсма. Они всякую чушь несут. Есть масса украинских бизнесменов, которым глубоко наплевать, что там не говорят. Они занимаются своим бизнесом. Дай Божьим здорово. А это уже новость с России. Ну, про санкции мы уже загадывали. Теперь Медведев заявил. Ну, сравнил санкции США с объявлением экономической войны. Да, действительно, это факт. Ну, я много раз говорил, мне надо было оккупировать Крым. Это была ошибка. Да, на сегодняшний момент, фактически, я бы сказал бы так, США выстраивает двухполярную мировую экономику. Когда будет США и ее союзники? А это большинство стран мира. И Россия и ее союзник. Беларусь. Все. Ну, я бы не сказал бы, что это хорошо, хотя я понимаю, что к этому идет. На сегодняшний момент, фактически, США хочет, ну, причем под надуманный... Смотрите, этих предлогов будет очень много. Я говорю, не надо было оккупировать Крым. Сейчас, понимаете, можно любую глупость повесить на Россию. И да, действительно, ситуация будет такая продолжаться. Будут новые санкции, запреты, ограничения. То есть, если Украина, точнее, даже не Украина, прошу прощения, а украинское руководство хочет оградиться от России, не дать возможность украинцам ездить в Россию наоборот, то США хочет денежно ограничить или отградить Россию от мировой экономики. Опасная тенденция. Для России очень опасная. Но и поменять сложно, чем восьми. Слишком много наломали дров. Ну, это забавно, это забавная новость. Левада провела опрос и, ну, задала такие вредные опросы. Что мне нравится в Владимире Путине? Это проценты с опрошенными. Ну, соответственно, тут некоторые наши сразу... Вот, видите, выросло количество жителей России, которые ненавидят Путина. Да, выросло. Не спорю. Да, вы видите проценты. Там 6, 7, 8. Ну, понимаете, всегда есть небольшая группа лиц, которые ненавидят руководителя в любом случае. Если вы... Ну, пишите. Что Путин связан с крупным капиталом. Там, считает 12%. Да Путин связан с крупным капиталом. Должны считать 100%. Это же понятно. Он же представитель крупного капитала. Самый богатый человек в России, в конце концов. Вместе. Иначе он же не может быть президентом. Ему чужды интересы народа. Ну, он там 16%. Ну, как он сказать? Не совсем. Он все-таки вынужден учитывать интересы народа, потому что, ну, работать только или уделять интересы олигархов, это опасно. Так что я бы не сказал, что ему чужды. Нет. Он действительно смотрит на это. Он связан с коррумпированными политиками. Ну, говорят, 14%. Нет. Понятно, связано. А у его чиновники, его окружение, это вся коррупция. Сплошная. Если они их будут кормить, они его скинут. Нет. Они это просто не понимают. Вы сами понимаете. Время от времени бывает, что начну забаву, когда жители России бросаются защищать. Нет. Коррупционеров нет. Говорят, ребята, а вы видите, на таких машинах ездят скромные работники министерств и ведомств. Ну, это нет. Нет, это есть коррупция. Конечно, Путин знает, что все берут. Путин знает, что они грабят, но он им дает грабить. А иначе нельзя. Нет. Ну, это система такая. В Украине то же самое. Он не справляется с руководством страной. Ну, 9% говорит, что не справляется, но опять же, 50% жителей Украины говорят, что Порошенко не справляется. Так что тут легко. Все его действия рассчитаны лишь на повышение собственной популярности. Ну, правильно, так он же президент. Логично. Все же так делают. Он не пользуется уважением среди окружающих. Ну, сложно сказать. Ну, понимаете, пиар работает. Вообще, понимаете, президент должен не чувствовать уважение. Он должен как бы... Там даже немножко факторы влияют. Но просто я вам показал, как, ну, знаете, как вот... Процентов очень мало. Люди, которые мало. Но! Как под информацию? Как под... Все. Хотя бы в большом счету, но нет никакой разницы между Путиным и Порошенко. И тот, и тот олигарх. И тот, и тот больше и заинтересован в своем бизнесе. Но чуть-чуть про народ вспоминает. Чисто мировая новость. Пилоты Рейнау начали самую масштабную забастовку в истории. Я просто хотел показать, что в мире не все так просто. Время от времени бывают забастовки даже там. Ну, как же? Это же такая компания, да. Она компания. Ну, там тоже бывают проблемы. Вообще, поймите, везде хорошо, где нас. Я говорю, вот это новость вам показывает, что... Разное случается. Даже там, где мы... Да там не может быть проблем. Есть. Есть даже проблем такой известной. Авиакомпании, которые очень меня фалят, рассказывают. Супер, супер. Проблемы тоже есть. Доходы не позволяют зарплату, не хотят платить ту, которую хотят летчики. Проблема. И новость в Википедии. Великая французская революция. Десятое августа 1792 года штурмовали палац Тюлли и арестовали Людовика XVI. Если помните, после этого его и казнение. Ну, там еще он убегал, ловили. Я помню, в этот день тоже капитализировало. Вот такие события произошли очень давно. Ну, вот такие экономические события, с моей точки зрения, были прикольные. Десятое августа. Благодарю вас за внимание. Пишите хорошие комментарии.